МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей. Мои коллеги и я, Ирина Сушилова, расскажем о главных событиях уходящего дня. Три дня насыщенного профессионального общения, новый круг друзей и новый опыт. Сегодня в Елабуге завершился седьмой международный фестиваль школьных учителей. Чем запомнились эти дни для его участников? Какие мастер-классы оказались особенно популярными? Об этом наш следующий репортаж. Это очень важный момент, потому что вы принимаете будущих учителей. Вы работаете с нашими студентами, которые призваны стать будущими учителями. Публичные лекции, деловые игры, более ста мастер-классов, тренинги и презентации педагогических идей. И это не считая культурной программы. Трехдневная программа седьмого фестиваля школьных учителей была поистине насыщенной. В нем, напомним, приняли участие более полутора тысяч специалистов. Не только из России, но и из Германии, Австрии, США, Латвии, Эстонии, Белоруссии и Казахстана. Изюминкой фестиваля стали, конечно же, мастер-классы от маститых педагогов. На мой взгляд, эти три дня прошли очень плодотворно, очень полезно. В частности, мной были проведены два мастер-класса. Они были посвящены применению функций управления, функций менеджмента в деятельности учителя. Мы достаточно активно поработали с участниками. Получил слова благодарности, за что им большое спасибо. И в ответ я хочу поблагодарить за их опыт. Теперь у нас есть уникальная возможность применить полученные знания на практике, говорит Алсу Абзалова, учитель русского языка и литературы из Тукаевского района. Она впервые принимает участие в фестивале школьных учителей. Дни были очень насыщенными. Не было практически ни минуты свободного времени. Начиная с самого раннего утра, мы посещали различные мастер-классы. Мастер-классы были очень-очень интересными, познавательными, актуальными на сегодняшний день. Мне очень понравился мастер-класс эстонской учительницы сухомятельной Светланы. Для себя я открыла новое, что такое зеркально перевёрнутый глаз. Было очень интересно слушать и много можно взять для своей работы в будущем. Отметим, мастер-классы в эти дни проходили и для самих лекторов. Только так, обмениваясь опытом, мы можем расти профессионально, говорят участники фестиваля. Например, учитель биологии из Москвы Александр Колосков провёл в рамках фестиваля мастер-класс на тему «Космическая биология для школьников». В свободное время он и сам посещал мастер-классы других педагогов. Я сам посетил три мастер-класса и было несколько интересных моментов. Было приятно видеть, что разные концепции представлены. И какие-то мысли я себе записал, постараюсь применить в своей работе. Отметим, в рамках фестиваля для его участников были организованы разные педагогические конкурсы. Такие, например, как «Наш дом-земля» или «Что бы я делал, если бы был министром образования». Самым важным, по словам организаторов, стал конкурс «Педагогическая ситуация». Его участникам предлагалось написать конкурсную работу на тему, как повести себя в той или иной нестандартной ситуации. Среди его победителей – учитель школы номер 9 города Елабуги Езеля Баймуратова. Сегодня на торжественной церемонии закрытия фестиваля школьных учителей состоялось награждение победителей конкурсов и вручение сертификатов участникам фестиваля. Таковы новости этого дня. В студии была Ирина Сушилова. Смотрите наши новости на сайте телеканала ЕСН и на странице ВКонтакте. До свидания. Успей купить яркую и стильную одежду в женских и мужских отделах «Леди Элегант и Люкс». Мы предлагаем большой ассортимент летней одежды на любой вкус и кошелек. Ждем вас в торговом центре «Мираж» в Сити-центре.